Давай Встал Вчера мы Натаня пытала Как с такой фасоли Получается Такая фасоль Возьми, покажи Я не сказала, как получается Я скажу, как такая фасоль может быть разная Нет, ты сказала, как получается с такой Такая, именно так ты сказала Ну, хорошо, и что? Ничего Сидай, холодильник не можешь закрыть Я думала, ты достаешь ответ на моё вопрос Думаешь, ты знаешь что? Ты вообще ничего не знаешь Вообще-то Это и есть фасоль Просто она в середине Я так думаю Это стрижок и в середине фасольки Да, глянь, они тут кружки Вот эта фасоль в этом зеленом А я думаю, что это Плоды Это плоды, да Вот это типа Как цибуля роста и есть зеленая Цибуля А рыбчастая это то, что в середине Это что росте над фасолью? Ты видишь, как фасоль росте? Вон такой штукой росте больше ничего не может Как там может еще что-то сверху быть Вот это она и есть Вот эта штука в середине этого А как в эту маленькую штучку может поместиться? Просто это А это сорт где маленькие горошинки А это там где маленькие горошинки А это там где маленькие горошинки Если бы в этих пару штучек Был бы такой большой стрижок Это не то А если ты думала Звезти берется такая Спас же, которую ты никогда в жизни не видела Такая американская, знаешь, великая То это не это и не это Это и не это Это в Краснодаре Я тоже не еда нас не бачу Я такая великая там Такие штучки Стручкова бачу, что стручок Як Чула в 1.6 Писня станет Я банкир У меня маленький Как стручок Как стручок Десь тут явно Я банкир А ты... Понравилась песня? Не А ты на нее встала, видя Ты ты ее взял Тебе Бандароня, наверное, что сказал? Чё сразу Бандароня Писню я выбрав сам А кстати исполнителям, а не именно Бандароню От бит Бандароня я узнал про исполнителя Ну понятно Разве я так сказала А что ты взяла так сразу? Ну ты всегда такую музыку слушаешь странно Ну вот Ой, вот Мои маленькие бедные книжки Нештем я вас врятую Знимаю цей педали издевательства Бодя, твою куртку з дула А как тебе дергает из кикера? Сильно? Нуу, ты почувствуешь я думаю Короче сейчас поставь себе кикер Буду попробовать Филип Давай цю палку берем так? Попробуем это поднять радиус сбильшить. О, блин, какого-то важный, чувак. О, уже высокий. Ну да, полета хватает. Полета хватает. Главное резко сделать, потому что радиус очень плавный. Радиуса почти нет. И нужно высоко летать и сильно крутить. Давай-давай-давай. Ох ты, мощно заболел. Нормально байк? Да. У тебя попал, короче, на руль и на вилку. Жорстко вообще. Да? Нет, теперь на рулінгу. Да. Давай-давай. Тебе от тихо зачепив голову байк. Оцей раз байк зачепив голову уже. Ти аккуратнейше. Да. Да. Давай пробуем кикер выше поднять. Для начала якусь палку щодо найдем. Пацаки помогли, принесли кирпичи. Сейчас мы подложим. Нет, просто поднимай, поднимай и я подложу. А ну-ка встал. Так, надо его как-то нормально поставить. О, и сейчас сюда. Все, Блодя, поднимай. Парабыще. Сейчас он валит. Блодя, что шлип будешь и башен? Нет, не башен. Сейчас. Блодя, давай попробуй чуть выше 100 кикер. Пацаны, подними, че палку положишь? Я буду сейчас это делать. Вот так. Оно вот так. Оно вот так. А вот такие перепарки, класс. Давай. Ну все, уже выше. Зробишь? Ну я думаю, да. Просто прыгни прямо, чи не распадутся кирпичи. Чи не полетает все. Бо флип, якщо зробишь, и оно сдвинется, а ты можешь улететь голема на спину. Прыгни просто прямо. Проверка новой конструкции. Дзвинулась, да? Да. Да. Что, поднять? Бля, там кирпичико. О, теперь моя будучи. Так стой. Ну, так все. Нормально? Да. О, держится, да? Пойдем. Да, вот тут впервые, я спрашиваю, нормально. Все впервые. Кикер теперь высокий, он тебе уже по поясу, даже чуть выше. Да. А в нем радиусе не мало, проблема. Ваши не матори. Не роста. Дай. Дай. Да, Инстагед. Нормально тебе? Тебе нормально? Да. Бо оно вмещается там. Ненадежно воно ця палка вообще. И как-то... Воно, блин, ездить. Что будешь так делать? Чи попробуем тут лучше что-то найти? Если прямо прыгну ты чувствовал, нормально, нет? Да, блин, высоко вообще-таки. Высоко? Просто все, работаю таки. Шапку за честь забери, она тебе будет мешать. Потому что уже тепло. А, ну ладно, все, давай. Ну давай. Давай? Да. В принципе, это уже где-то как на старинную влагу, да? Висота, да. Такая самая. Просто тут радиус плавный, ты маешь это понимать. Не маешь робить речь. Давай, Бодя. А, ну ладно. Водборщик мальчик. Водборщик мальчик. Ще не сделай хлоп? Застал. Застал? Да. Застал? Ну полет был нормальный. Ты что, ты так долго летел далеко? Чуешь? Прижмись сильно до байка группировку. Бодь, сделай. Давай, давай! Это было нормально. Давай, Бодю! Не можешь? Мало скорости? Да, вон, типа, поняли, так не вбрёвый. Ну, ну да, типа, тут надо рывком, тихо, дёргаться. Не можешь. Не можешь? Не. Ну, добре. Ничего страшного. Хочешь, я выше хикер задарим? Да, нет, я вбрёвый, потому что я вдаряю сюда, воно меня взбиваю, и ты надо дёргнуть. Я понял. Я понял. Ну, ничего, попробуй, отстежно, добре, да? За челлендж взялся Эльвин Фокс, он сейчас просто прыгнет. Повысит свой уровень, да? Давай. Это будет, кстати, самый высокий дроп, максимум, что я прыгал, это по пояс. Є! Так, непогодно. Нормально прыгнет. Немоди, надо лепти, бах. Зимняя катка даёт свои плюсы. Попробовал, короче, промытать на один раз хватит. Єпт. Люди бывают очень злыми, и они убивают друг друга, а птицы не могут быть злыми. Они прекрасные существа. Хочется кромить, держу. Вчера, когда я просто стоял на месте, не двигался, какой-то тип врезался в мое колесо. Ну, скорее всего, я не видел из-за спины, но, скорее всего, он нарочно ногой ударил колесо. У меня такое всю жизнь бывает, кто-то просто меня толкает сильно в плечо или подбивает байк. Я не обращаю внимания на это. Но вчера я сказал аккуратней. Может, я забыл сказать слово «пожалуйста». Может, я очень сильно невежественный. Но я попросил просто аккуратней быть. Не то, что даже... Мне колесо не жалко, но чтобы человек не упал. Он развернулся, сказал «ты это мне». И что-то там в таком духе. Конечно же, я уже надоел это терпеть. Я злым голосом отреагировал и сказал «да тебе». Что непонятного? Аккуратней иди, и всё. Он подошёл ещё ближе, начал наклоняться ко мне. И, в общем, как было точно, я не помню, но... Я сказал «всё хорошо, иди». Я сказал «всё хорошо». Он сказал «что хорошо, не хорошо». И говорит «ты ко мне да ебать решил». Я говорю «да нет, я же стоял, ты меня толкнул». В общем, и начал предъявлять, оскорблять меня, что я посмотрю на свои глаза, потому что я уже чуть ли не орал. Ну, потому что я недоволен такой ситуацией. И всегда веду себя спокойно. Но он сказал «посмотри на свои глаза». У меня были, кстати, нормальные глаза. Я не употребляю наркотиков. Я алкоголя уже 8 лет. По нём видно, что он такой горбатый, в спортивном костюме, в капюшоне, непобритый наркоман какой-то. В общем, и говорит «идём на банку со мной, идём на банку». Я даже не понял, что это за выражение такое «на банку идём». Первый раз такое слышу. Я просто не тусуюсь среди наркоманов и бандитов, поэтому мне это неведомо. Какую банку я спросил? Он сдавал анализы. Почему я должен когда-то идти? Я просто стоял, ты мне подошёл и толкнул. Естественно, на эти оскорбления я его ударил, он упал и не мог встать. Я его ещё два раза ударил, когда он лежал. Может, это было лишним, но... Я просто, у меня опыт, когда они встают, и ещё со спины их дружки подбегают и начинают вот так вот, так же нападать. Птицы между собой бьются, потому что им нужно выжить, жрать. А у людей есть еда, им есть как жить. Я не понимаю, почему они друг друга не любят и что я им сделал. В общем, по этому поводу Таня сказала, что я злой и неправый, и поэтому она не поддержала меня, а наоборот. И я с ней не разговаривал. Спал на полу в другой комнате, она не подошла, даже не поняла, что я ищу девушке поддержку, а не наоборот. Держи. Малая сынки, ешь на здоровье. Птицы не спасут тебя жизнь, но они не убьют тебя.